Открытый телеканал представляет. Есть такая мудрость. В чем разница между нравится и люблю? Когда вам нравится цветок, вы его срываете. Если вы любите цветок, вы ежедневно его поливаете. Вопрос мой такой. Мы сегодня давайте о любви поговорим больше. Это то, чего не хватает в мире. Что значит любить, то есть поливать цветок? Что это означает? Это очень просто. Это понимать, что надо тому, кого ты любишь. И предоставлять ему это. Наполнять, поливать. Поливать? Да. То есть мне прежде надо узнать, чего хочет вот этот вот человек, скажем так, да? Да, да. И дать ему это, да? Понятно. Это называется любовь. Это называется любовь. Хорошо. Вот когда я вижу вот цветок, например, что он, я не знаю, засыхающий. Вот я вижу, засыхающий цветок. Ну, мне проще вот так вот поливать его. И когда он начинает поднимать головку, вдруг оживает. А когда любовь вообще засохла, вообще полностью, умер цветок, терять надежду или все-таки поливать? А что у тебя остается? Оставить его. Пусть себе там. Ну, и что дальше? Другой искать. Цветок. Или все-таки поливать? Я думаю, что надо все-таки поливать. То есть надежда вот эта должна... Ты своими чувствами и поливкой сможешь его возродить. То есть мы с вами, понятно, говорим о любви. Да. Которой нет, говорят. А вы говорите, нет такого, что нет. Да? Да. Вы говорите, что можно оживить. Ничего не пропадает абсолютно. Там есть жизнь какая-то, да? Вот как бы в это вот это вот... Это же выше разума все-таки. Вот как вот в это... Это выше разума, но мы это видим и в природе тоже. Да? Это когда вообще из сухой абсолютно земли вдруг что-то выбивается, да? Да. Мы можем преодолеть состояние смерти. Можем. Вот это умершее, засохшее состояние мы можем преодолеть. Любое. В каком... На уровне растительном, но неживом, это понятно. Да. На уровне растительном, животном и человеческом. Как мне в этом себя убедить? Скажите мне, пожалуйста. Это самое важное, по-моему. Это только зависит от расширения твоих внутренних чувств. Вот захочешь, и оживет мумия фараона. Да? Да. Вы сейчас как пример такой, да? Да. Шутите. Почему шучу? Нет, допустим, его похоронили там зверья 3000 лет назад. Да. А твое отношение к нему станет такое, что он начнет оживать. А когда вы говорите оживать, это что означает, что... Жить на нашем уровне. То есть вернуться к нему в все жизненные силы? Да, 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 да. Это не фантастика, да? Это будет не фантастика. Будет не фантастика. А в состоянии вот этого мы правильно, мы с вами сейчас об этом говорим, что в разуме человека это абсолютно фантастика полностью. Ну, конечно, это разложение на естественные элементы. А мы можем усилиями их сложить? Мы можем их собрать. Мы сможем это сделать. Сможем. Где взять терпение для этого? Вот чтобы вот так вот, знаете, работать в этом направлении. Где его взять? Терпения нет ни у кого. Да. Но есть понимание того, о каком процессе ты говоришь. Допустим, тебе сейчас умерла любовь. Умерла любовь, да. Да. И дальше что? Вот я хочу сказать, вот где взять терпение, вот как вы говорите, даже мертвого поднять? Допустим, тебе стало известно о том, что ты в состоянии своими усилиями оживить ее в течение, допустим, полсотни лет. Это полсотни лет я должен уложить на это дело? Нет, ты не думаешь, что ты полсотни лет укладываешь на это дело. Не думаю. Ты думаешь о том, что ты оживляешь. Это важный вопрос. Это красиво. И тогда... Неважны годы тогда. Неважны годы, они... Ты живешь уже концом. Это красиво. Вот так и надо жить, да? Да, да. Тогда неважно все мои усилия, все, что я вкладываю, а именно вот это вот видеть, я оживляю. Понятно. И оживлю тогда, да? Да, конечно. Твой дух перейдет в это мертвое состояние, и оно прорастет. Прорастет. Красиво. Я вам задам все-таки еще один вопрос важный. В каком случае можно сдаться? Сдаться, поднять руки. Что я не могу, не смогу оживить, не могу. Есть такое? Это слабинка. Все-таки это слабинка. Да. И она все время приходит к человеку. Как с ней работать? У меня когда-то была такая соседка на лестничной площадке, у которой сын маленький заболел воспалением мозга. Так. И я помню, как где-то в два-три часа ночи, когда я собирался на занятия, она постучала в дверь и вносит этого ребенка, ну, сперточек, передает его мне и говорит, возьмите его. Ну, вот до такого состояния нам нельзя доходить. Нельзя доходить? Нет. Не соглашаться. То есть ни в коем случае, ни то, что вижу, ни то, что слышу, что уже все... Продолжать. Продолжать. Это и называется прийти к настоящей молитве? Да. Вот это, да? Да, да, да. Ой, это непросто. Вы сейчас сказали, у меня даже мурашки были, и так потело. Но в моем случае это было уже поздно. Да. Это ребенок был уже... Тело еще как-то реагировало, а внутри все уже... Умирало. И все-таки вы говорите, что не может быть такого, чтобы поднимал руки. Не должно быть. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok